Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Доброе утро. В гостях у нас сегодня, давайте сначала тему обозначим. Мы будем говорить о стратегическом девелопинге региона в связи с предстоящей конференцией, о ней чуть позже, о развитии архитектуры и инвестиционной привлекательности. В гостях у нас Алексей Борисович Кузнецов, зампредседателя правительства Кировской области. Добрый день. Юлия Александровна Савиных, председатель Вятской инвестиционной консалтинговой палаты и вице-президент мирового чартера ФЕПСИ. Организатор конференции, о котором мы будем говорить. Я просто теряюсь перед такими аббревиатурами. Константин Сичехин, член градостроительного совета города Кирова, член регионального штаба ОНФ, руководитель союза молодых строителей. Добрый день. Это только на первую половину, потом у нас состав костей поменяется, но об этом, наверное, тоже позже скажем. Да, но тем не менее, наши данные, наши контактные данные 211-101, 211-101, у нас поменялся, Олег, телефон. 211-101. Буду звонить теперь по новому телефону. 8-909-720-101 и 0, прежний телефон для СМС. Почему мы берем эту тему? Да, действительно, в преддверии конференции большой, которая будет организована. Но еще и потому, что нам с Олегом стали интересны те дискуссионные площадки, которые конференция, кроме всяких поздравительных процедур, включает в себя. Я для вас, уважаемые слушатели, только их назову, и вы поймете, что это касается абсолютно каждого человека, на самом деле, а не только профессиональных участников рынка строительного. Но инвестиционная привлекательность Кировской области, которая включает в себя вот эта площадка реновации исторического центра города, комплексное развитие новых микрорайонов, важно, мы все время об этом говорим. — Рекреация. — Рекреация, изменение регламентов строительством. Кроме того, там будут делиться на конференции европейским опытом урбанизации. Вот уж мы сегодня об этом не будем говорить, может быть, после соберемся. Интересно будет узнать, как это будет воспринимать. Потому что мы-то с вами знаем, что когда к нам сюда урбанисты приезжают, то ни чиновники, ни строители, они туда не ходят, ничего не слушают, ни про какой европейский опыт. Посмотрим, как здесь. Инновации в домостроении. Будет круглый стол перспективы долевого строительства. Будет круглый стол опыт реконструкции застройки исторического центра города Кирова. Ну, кстати говоря, Константин Сергеевич Ситчихин, которого мы представили, он как раз будет вести тему про исторический центр. Мы о нем поговорим во второй части. К нам придут два архитектора, так или иначе, связанные с историческим центром, а некоторые даже ответственные за некоторые объекты, которые появились в историческом центре. Это после 12. А сейчас, 211. Мы будем с вами говорить о том, в каком состоянии находится вообще строительная отрасль в регионе и стране. Как себя чувствуют строители? Сколько стоит квадратный метр жилья и офисной площади? Что было в 2015 году? И что думают строители про 2017 год? Мы своих никаких сейчас не будем суждений давать. Мы хотим послушать нашего эксперта, которого должна нам сейчас Анна Лапшина, наш редактор, подключить. Вот я не вижу, подключает она или нет. Нет пока у нас эксперта. Может быть, тогда все-таки коротенько дать возможность Юле рассказать о конференции, да? То есть там уровень гостей и так далее. А потом уже идем к текущей ситуации. Ну что я хочу сказать про конференцию. Она у нас уже третья. Она имеет статус международный, потому что у нас приезжают гости из Европы. Действительно будем делиться не только нашим опытом, но и опытом Санкт-Петербурга, Москвы в части исторической застройки, в части развития новых микрорайонов. Наверное, очень интересно, что в рамках этой конференции впервые пройдет всероссийский конкурс «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости». Его представляет Фиопси Россия. То есть это национальный этап всемирного конкурса «Предэкселэнс». То есть у нас в Кирове выручают лучшему проекту российскому, да? Да. Нет, кировскому. То есть это будет региональный этап, да. И потом победители поедут на российский этап и, соответственно, на мировой. Могу сказать, что конкурс очень известный. Например, победителями становились такие известные объекты, как Парижский Диснейленд или Башня Федерации в Москве. Это очень круто, конечно. Надо просто пояснить нашим слушателям, что Фиопси – это такая организация, которая признана мировым сообществом. И это практически эксперты, консультант при ООН этой организации. То есть очень высокий и очень серьезный уровень. У нас сейчас есть на связи наш эксперт. Мы возвращаемся к состоянию строительной отрасли в России, в регионах и в больших городах. Это уже знакомый нашим слушателям Алексей Клупаев. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Алло. Алексей – генеральный директор системы бронирования новостроек «Энмаркет» «Прокиров». Что-нибудь изменилось в вашей должности, Алексей, с тех пор, как мы с вами встречались до Нового года? Нет, пока все так же есть. Я напомню, что это ресурс, который позволяет бронировать и продавать недвижимость профессиональным участникам рынка. Алексей, поскольку Киров включился в эту систему сравнительно недавно, 4 месяца он в ней есть, мы обязательно проанализируем с вами ситуацию. Но мы хотели бы, чтобы вы, например, из Санкт-Петербурга, достаточно близкого к нам, не так далеко у нас расходятся цены по недвижимости, небольшое отличие по сравнению с Москвой. Что происходило в 2015 году, каковы были тенденции? Значит, в Петербурге средняя стоимость квадратного метра по итогам 2015 года составила 76 486 рублей. При этом в январе 2015 квадратный метр стоил 87 700, а закрылся год со средней стоимостью 79 50. То есть стоимость жилья уменьшилась? Да, по итогам года стоимость уменьшилась. Объем предложения на рынке Петербурга в 2015 году вырос в среднем на 20%, так как многие строительные проекты были запущены в конце 2014. Сдавали остатки, то есть то, что запускалось, сдавали в 2015 году, и темпы, таким образом, мы видим увеличивающиеся. Все это вылилось на рынок в 2015 году. Значит, в первой половине 2015 года спрос был ниже 2014 на 50%. А с чем это связано было, что спрос упал так? Это в первую очередь было связано с общероссийским провалом зимой 2015, когда не было субсидированной ипотеки. И пока застройщики по инерции 2014-го еще держали цены на достаточно высоком уровне. Ага, застройщик держал цену, а государство еще ничего не предложило покупателю поддержки никакой. Напомните, когда возникла поддержка, когда субсидирование ипотеки подключилось? Ну вот у нас подъем продаж пошел со второй половины марта. То есть, как объявили в середине марта о том, что ипотека, соответственно, началась, субсидированная, у нас, соответственно, сразу пошел подъем продаж со второй половины марта в Петербурге. Вот, значит, далее. Во второй половине года ситуация со спросом изменилась. Начиная с сентября 2015-го продажи подросли и отставали от 2014-го на 25-30%. Цены на этом фоне начали подниматься, но на фоне роста курса валют это было не так заметно. Значительно выросло количество военных ипотек во второй половине 2015-го. Тут еще военная ипотека подключилась, и продажи шли хорошо, несмотря на подросшую цену жилья. Но это подросшую по сравнению с летом, потому что в январе 2015-го года она была значительно выше. И сейчас к чему мы пришли? Начало 2016-го года? Сейчас уже статистика ипокирована, наверное, есть. Ситуация следующая. В январе 2016-го отмечен необычайно высокий спрос на недвижимость. Связано, очевидно, с отменой льготной ипотеки. С информацией о том, что при расширении будет не на льготная ипотека. Средняя стоимость квадратного метра в Петербурге в январе 2016-го года составила 80 500 рублей. Что вышло аналогичного показателя за декабрь 2015-го, чуть менее чем на 2%. Но ниже аналогичного показателя за январь 2015-го, примерно на 8%. В настоящее время стоимость метра в Петербурге продолжает рост. А что в регионах? Да, извините, в феврале. В феврале мы ожидаем необычайно высокие продажи в попытке успеть получить льготную ипотеку. Потому что она заканчивается у нас в марте, да? 1 марта, Алексей, заканчивается льготно? 1 марта, да. То есть еще последний месяц люди бегут покупать. Причем банки сейчас уведомляют заемщиков, что если ипотека будет получена до 29 февраля, будет льготная ставка. Если 1 марта и позднее, то уже не льготная. То есть люди спешатся собрать документы. Что в регионах происходит? В Кирове такая же ситуация сейчас? В Кирове мы обладаем информацией за период с ноября по январь 2016. В рамках этого периода ситуация следующая. В течение четвертого квартала 2015 года имел место ярко выраженный тренд на понижение стоимости квадратного метра. За последние три месяца 2015 стоимость квадратного метра в Кирове скорректировалась с 38 до 35 тысяч рублей. Средняя стоимость. При этом средняя стоимость квадратного метра по итогам периода с 1 ноября 2015 по 31 января 2016 в среднем составила 35 171 рубль. Спрос на квартиры в кировских новостройках за четвертый квартал 2015 был сабильным, с трендом на незначительное повышение. Также в январе, как и в Петербурге, в Кирове внутри нашей системы был существенный прирост уровня спроса на кировские новостройки. А что берут в первую очередь, Алексей, в свете того, что все равно покупают? Для меня, например, это, конечно, удивительно, что покупают. На что покупают? Зачем покупают? В такой ситуации, когда все говорят, что пояса уже затянуты до уровня шеи. Вообще, почему покупают и что берут? В Кирове покупают в основном эконом-класс. То есть сейчас явно ярко выраженный тренд на эконом-класс, на жилье эконом-класса. Любая стоимость метра, которая идет выше 36, то есть 40 тысяч, сейчас не пользуется спросом. Если говорить про долю рынка ипотечных продаж, то, конечно, льготная ипотека является сейчас мощным драйвером на кировском рынке. В Петербурге в этом плане несколько иначе. Там доля составляет порядка 35% ипотечных клиентов. На мой взгляд, в Кирове сейчас происходит такая ситуация, когда люди хотят сохранить свои накопления, даже незначительные, в виде первоначального взноса и получения ипотеки для приобретения этого эконом-класса. Что ожидаете после 1 марта? Что может произойти? Ну, в общем и целом, на петербургском рынке настроения туманные. Посмотрим, ожидаем все, конечно, какие будут меры, принятые государством в качестве замены субсидирования ставок. Но, в общем и целом, трендом 2016 год ожидаем следующий. Плавно увеличивающийся дефицит предложений и, как следствие, увеличение средней стоимости метра на 15% по итогам 2016 года. Это я про Киров говорю. Уже сейчас мы в Кирове замечаем за январь сокращение предложения на 15%. Сокращение предложения от застройщиков на 15%. Да. И уже с 1 февраля некоторые застройщики впервые за долгое время поднимают фактическую стоимость квадратного метра и отменяют различные акционные предложения с чересчур привлекательной ценой. На мой взгляд, это связано исключительно с тем, что сейчас очень низкая доля закладывания новых проектов в Кирове и Кировской области в целом. И, соответственно, сейчас дно рынка по стоимости квадратного метра мы ожидаем, что мы его пройдем в третьем квартале 2016 года. Дальше будет плавный прирост. Ну, рынка в третьем квартале 2016 года. Как оно может быть, если они повышают цену? Я не совсем поняла, Алексей. Я сказал, некоторые застройщики. Такого тренда массового сейчас нет. Есть некоторые застройщики, которые, скажем так, скорее, наверное, в порядке исключения повышают цену. Но большинство застройщиков, конечно, сейчас активно придумывают программы замены. Вот, мы об этом сейчас поговорим. Спасибо большое, Алексей. Планируем встретиться с Алексеем Колупаевым, экспертом N-Market и генеральным директором системы бронирования новостройок N-Market Pro Kirov еще на следующей неделе. Продолжение этой темы, потому что строительство, видимо, будет горячей темой в течение всего года. Вы слышали, дорогие гости, мнение эксперта. Я к Юле в первую очередь обращаюсь. Юль, вы как человек, который с недвижимостью давно работает и с продажами в том числе, согласны с оценкой Алексея? Да, в принципе, она обуславливается теми тенденциями, которые есть. Я могу сказать, что действительно на эконом-класс есть устойчивый спрос. Что касается других сегментов, то есть это элитная недвижимость или это все, что выше 40 тысяч рублей за квадратный метр, она тоже на самом деле продается. Есть такие покупатели, потому что сейчас очень многие строители предлагают собственные виды рассрочек и каких-то всевозможных путей принятия финансов от населения, скажем так. Для того, чтобы продолжать строительство своих объектов. Поэтому декабрь месяц, я могу сказать, по нашей компании, он у нас, конечно, был очень такой ажиотажный. Поэтому мы по 17-18 примерно объектов продавали от разных строительных компаний. То же самое Алексей говорит о Шанмарке, что ажиотаж в декабре и январе. Но в январе я могу сказать, что сейчас уже такого нет, потому что на фоне роста валюты люди сейчас начинают все-таки думать, куда им вкладывать деньги, потому что валюта растет. И я общаюсь с очень многими покупателями потенциальными, иногда даже лично, и им просто страшно вкладывать в стройку. Я сейчас хочу обратиться. Ты хотел, Юля, да? Давай. Да, я хотел тоже спросить Юлю, Алексею Борисовичу. Вот есть ли резон в таких сложных действительно условиях с неопределенным ближайшим будущим проводить конференцию, нацеленную на развитие, инфраструктурное развитие инвестиций в строительную сферу? Ты поглобальнее решил? Ну да, то есть в чем тогда цель, задача конференции? Давай тогда сразу этот вопрос обратим к Алексею Борисовичу Кузнецову, зампредседателя правительства Кировской области. Разглобальный вопрос. Спасибо. Но давайте я не про конференцию, поскольку, наверное, про цели и задачи конференции лучшего организатора будет спросить. Я скажу, что, на мой взгляд, задачи переосмысления городского пространства, задачи поиска, может быть, новой философии в текущее время, они абсолютно своевременны, потому что в тот момент, когда массовая валовая застройка типовыми решениями, ну, так скажем, приостанавливается или будет приостанавливаться? Вы тоже считаете, что все-таки будут снижаться предложения, да, и стройки какие-то будут завораживаться? Я в этом уверен. И точно не в третьем квартале 2016 года. Дно будет дальше. И в 2017 году, очевидно, с точки зрения общих нашей экономики. Она у нас и тормозит дольше и разгоняется. Приятно знать, что правительство просчитывает все-таки вперед, и дно-то где-то видит это. Ну да, да. И я-то могу, конечно, с вами еще и поспорить с точки зрения участия чиновников в градостроительных мероприятиях. Активно, поверьте мне, участвуем. И не раз проводили круглые столы относительно и планировок, и новых микрорайонов, вплоть до моего кабинета. Это все проводится. И, может быть, мы это неактивно пиарим, и там, слава богу. Тем не менее, я вернусь к истории переосмысления городского пространства. Мне кажется, что на сегодняшний день у нас очень хорошее время, когда появляются в дополнении к нашим крупным застройщикам, появляются новые игроки, которые действительно привносят в нашу кировскую среду новые какие-то течения. Вы посмотрите, например, микрорайоны, которые в позапрошлом-прошлом году компания «Железно» делает. По сути, они существенно отличаются от того, что до этого предлагалось нашими крупными застройщиками. Также разрабатывается новая философия микрорайонов Черемушки, то, что делает уже наша ипотечная корпорация. То есть, мне кажется, что спрос на такое жилье эконом-класса, но в необычной, так скажем, городской среде, он будет только расти. И это подчеркивают реализованные проекты в наших столицах и в Москве, и в Петербурге. Потому что, посмотрите, сегодня, с одной стороны, мы имеем там серьезные проблемы крупнейших застройщиков, таких, например, как СУ-155, известных, и в то же время мы видим, что призы получают компании, которые строят на периферии. Тот же Урбангрупп, другие компании, которые строят в Химках или рядом, большие комплексы, которые очень интересно даже визуально воспринимаются. Поэтому, в моем представлении, у нас по результатам, мы оперативные результаты года подвели, и Никита Юрьевич Белых недавно об этом докладывал президенту, я думаю, все это в прессе видели, мы дали плюсом примерно 5% почти. Вот меня удивило, что дефицит предложения ощущается, хотя достаточно большие объемы сданы. Объемы хорошие, да, сданы. И, вы знаете, там по дефициту тоже, но не совсем я согласен, может быть, с мнением аналитика, потому что, на самом деле, разрыв сейчас с жильем, которое уже приобретено и которое там реально эксплуатируется, он достаточно высокий, на самом деле. Он говорит, «Эндмаркет» — это не его мнение, а статистика сайта, предложение от наших застройщиков, и он только цифры приводит конкретно января месяца, что уже наблюдается тенденция дефицита предложения на фоне того, что люди по-прежнему с этой вот ипотекой покупают жилье. Может, строители придерживают? Вот это хороший вопрос насчет того, что придерживают строители или нет, и от этого вопрос, скорее всего, Константину Сичихину, члену Городостроительного совета города и руководителя Союза молодых строителей. Что происходит, Константин Сергеевич, у нас сейчас со строительными компаниями? Кто себя лучше чувствует? И действительно, вот это придерживают сейчас предложение или просто его нет? Нет, на рынке предложения они есть, и строительные компании ничего не придерживают. Они максимум сколько могут, они столько продают сейчас на данный момент. Правильно говорится эксперт, что сейчас очень большая тенденция, и она все больше и больше уходит, тенденция к тому, что мало объектов вводится, закладывается сейчас на данный момент. Их практически не закладывается, потому что все крупные строительные организации, даже маломальские, небольшие строительные организации, они рассчитывают свою экономику на вперед, а на вперед они понимают, они не видят впереди какого-то дальнейшего будущего. А что они должны увидеть? Они должны увидеть спрос или льготные кредиты, например? Они должны увидеть поддержку государства, во-первых. В каком виде? В виде льготного кредита. Правильно же, эксперт? А что с кредитами, кстати? А что с кредитами? До 29 февраля кредитуют, после 29 февраля кредиты уже будут не льготные, будет уже повышенная ставка по льготному кредиту. Это по ипотеке имеется в виду? Ипотека, потому что правильно же говорит эксперт, что у нас ипотека, это для Санкт-Петербурга, для Москвы ипотека, это не такое главное. Да, это треть всего. Да, у них там очень хорошо развита военная ипотека, как у нас она не развита. Почему? Потому что к нам военные с севера или откуда-то с Дальнего Востока не едут. Да, у нас в основном берут ипотеку наши граждане, граждане, которые живут в Кировской области, которые берут ее, у нас очень большая тенденция ипотеки, это более 60% у строительных компаний. Я так понимаю, что последний всплеск вызван желанием улучшить жилищные условия, инвестировать в средства. Да, последний всплеск, это надо куда-то одеть деньги, те, которые были накоплены в течение года. И взять при этом ипотеку, у меня в голове не укладывается. Как можно инвестировать, беря займ? Как можно это воспринимать как инвестицию? Давайте не будем забывать, экономика есть экономика, займ они берут под сколько процентов? Под 12%. Инфляция какая у нас там? Более 12%. Да, фактически. И в итоге эта инфляция съедает этот процент. Учитывая, что банковские депозиты больше 9% не дают. Конечно, конечно. И лучше вы вложите сейчас на данном этапе в недвижимость, пусть она будет даже под ипотекой, под 12%. Вы меня не убедите. Я просто не понимаю тех с кем. Мне кажется, это для очень ограниченного количества граждан. И не все те люди, которые берут сейчас ипотеку, они действительно мыслят так далеко. Потом есть такая ситуация, Юля, не знаю, может быть, вы подтвердите, что люди, которые воспринимали недвижимость как инвестиции до этого, имели там не одну квартиру, а 10, а то и 30 квартир, сейчас находятся в серьезной ситуации, тяжелой в смысле продаж. Потому что, как ни крути, ценник-то упал за год. Он не только упал. Я могу сказать, что некоторые вкладывали деньги, чтобы это был доход. То есть это арендное жилье. И если мы сейчас посмотрим статистику, то у нас в среднем стоит 7-8 тысяч рублей сейчас однокомнатная квартира. в аренду в месяц. И поэтому... Что тоже дешевле. Она стоила 11-15, насколько я помню. Да, да. Рынок упал аренды. Соответственно, люди сейчас, те, кто сдавал в аренду, они начинают продавать это жилье. А чтобы продать, нужно потом куда-то эти деньги снова вложить. Поэтому кто-то просто приостанавливает все эти действия и ждет ситуацию. Вы согласны с Константином, что люди, которые сейчас берут льготную ипотеку в Кирове, являются драйверами движения продаж, они инвестируют, они покупают для себя? Я считаю, что да, сейчас это инвестиция все-таки. Потому что это хотя бы то, что может быть в перспективе в руках. Да, мы все помним те кризисы, которые были во времена наших родителей, когда деньги просто сгорали на счетах и так далее и тому подобное. И почему, я еще раз говорю, я очень много общаюсь с населением по поводу того, брать кредит, брать ипотеку или идти в рассрочку к строителю. И в основном просто страшно только то, что недостроят. А то, что люди сохранят свои средства, это действительно так. Они уверены. Они уверены в этом. Они таких вопросов не задают. Ну, хотя мы знаем прекрасно, что количество прецедентов, когда люди не способны расплатиться по кредитам любым, а здесь все равно какой-никакой аккредит, как бы мы ипотеку не воспринимали, количество таких неплательщиков и банкротов увеличивается с каждым днем. Сейчас прервемся на рекламу, коротко, через 2 минуты вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Занько, Алексей Кузнецов, Юлий Савиных, Константин Сетичихин в студии. Мы на самом деле, у нас такая получается сегодня программа, что мы не какой-то один берем опрос узкий и со всех сторон его разбираем, а скорее всего обозначаем проблемные зоны, которые как раз на конференции 10-11 февраля, конференция под названием «Стратегический девелопмент региона развития архитектуры и инвестиционной привлекательности», они как раз и будут вынесены на круглые столы и будет обсуждение. Там уже более предметные. Да, а сейчас мы болевые точки такие обозначаем. Юля, еще хочу спросить. Я вот видела, что нужно на конференцию регистрироваться. Участие во всех круглых столах тоже только через регистрацию. Да, конечно. Поняла. Все, хорошо. Но мы еще направим в конце этого часа людей, чтобы можно было посмотреть. У нас есть звонок, и у нас на связи Дмитрий Вселович Яшуков. Это зам. управляющего Кировского отделения Сбербанка. Добрый день, Дмитрий Вселович. Добрый день. У нас вопрос. Мы сейчас обсуждаем как раз, что происходит с недвижимостью, с жилой недвижимостью, и с чем связан всплеск, констатируемый, количество получаемых ипотечных кредитов. Ощущает ли Сбербанк, Кировское отделение Сбербанка, на себе вот этот тренд, сейчас в январе особенно, и каковы перспективы на будущее? Что будет после первого марта, когда льготная ипотека прикажет долго жить? Да, действительно, на текущий момент мы видим достаточно большой спрос на ипотечные кредиты. Надо сказать, что он сопоставим с пиком спроса, который был у нас в четвертом квартале. То есть сейчас за первые числа января уровень кредитования у нас примерно такой же, как в декабре месяце. Но мы, наверное, видим здесь две основные причины. Первая – это завершение программы господдержки, которая ожидается уже в ближайшем месяце, она уже закончится. Ну и второй, наверное, это общая экономическая ситуация в стране, связанная с ослаблением рубля, с инфляционными ожиданиями, когда граждане стараются найти наиболее выгодные вложения для своих накоплений. И инвестиции в недвижимость они рассматривают как способ, прежде всего, наверное, сохранения своих средств. А после первого марта что произойдет? Есть ли у вас какие-то прогнозы и ожидания? Знаете, у нас на текущий момент от 30 до 50% ипотечных кредитов шло именно по программе с господдержкой. Ну, наверное, если со стороны государства поддержки по данному направлению она перестанет, оказывается, наверное, здесь объективно можно предполагать, что это скажется на снижение спроса со стороны граждан, на ипотечные кредитования, и, соответственно, это скажется вообще на ипотечном рынке. Дмитрий Всеволодович, Светлана Занько, скажите, пожалуйста, вот сейчас Сбербанк справляется с тем количеством заявок на ипотеку, которые подают граждане? Да, справляется. Ресурсов у нас достаточно. Декабрь мы прошли достаточно ровно. Ресурсы на январе, на февраль у нас достаточно для того, чтобы обеспечить даже более высокий спрос, чем сейчас. А велико ли количество отказов по ипотеке? Знаете, этот показатель у нас держится на протяжении всего года на одном и том же уровне. То есть нельзя сказать, что сейчас он каким-то образом увеличивается. Он держится на постоянном уровне. Вы понимаете, почему я спрашиваю об этом? Потому что мы сейчас разговариваем с нашими гостями и экспертами. У меня складывается впечатление, что есть некий ажиотажный и в какой-то части необоснованный спрос населения на ипотеку. Люди вкладываются не для жизни, а для, рассматривая как инвестицию, спекулятивную составляющую, при неустойчивой, совершенно неустойчивой ситуации экономической и политической в России. Сбербанк испытывает какие-то по этому поводу, я не знаю, банкиры, сомнения? Ожидают ли они через год, два, три невыплат? Как-то прогнозы строят по ипотеке? Вы знаете, у нас достаточно сильное направление, связанное с риск-менеджментом. То есть мы научились на протяжении последних, наверное, двух-трех лет оценивать наши риски, риски наших заемщиков. Поэтому опасения на текущий момент, с теми факторами, которые вы перечислили, мы на текущий момент не испытываем. И последний, наверное, вопрос. Увеличилось ли количество рискованных, с вашей точки зрения, объектов, на которые вы не очень охотно или вообще не выдаёте ипотеку? То есть которые, возможно, не будут достроены, на ваш взгляд, с точки зрения рисков? Ну, знаете, мы на самом деле достаточно внимательно следим за всеми изменениями у наших контрагентов. На текущий момент в схеме аккордитации мы ничего не меняем. Аккордитацию с объектов мы тоже не снимаем. То есть работаем, но в том же режиме, что и, наверное, последние полгода. Теперь уж точно самый последний вопрос. Дмитрий Всеволодович, вы считаете, необходимо продлить льготную ипотеку для того, чтобы поддержать рынок, строителей или нет? Есть какие-то к этому тенденции? Ну, вы знаете, действительно, жилищное строительство – это система образующая отрасль экономики. Очень много завязано именно на этой отрасли. Поэтому, наверное, обязательно поддержка должна быть. Сейчас в данной ситуации рынок покупателя, то есть он диктует условия, и необходимо поддерживать спрос. То есть предложение достаточно, ну, достаточное. Отрасль неплохо развивалась в последние годы. Сейчас в это время, в трудный, да, там год-два, наверное, стоит все-таки ее поддержать для того, чтобы в дальнейшем развитие также было эффективно. Понятно. Спасибо. А Дмитрий Яшуков, заместитель управляющего кироского отделения Успербанка по розничному бизнесу. Вопрос заместителю председателя правительства кироского области Алексея Кузнецова. Алексей Борисович, на уровне региона что-то можно делать? Или это только федеральные могут быть программы для того, чтобы отрасль была поддержана? Раз уж вы сами говорите, что вы прогнозируете наше движение ко дну, то есть мы все равно еще идем вниз. Не еще, и не все равно, а вообще летим, наверное, с жуткой скоростью вниз. Нет, не с жуткой пока еще. Но ускоряемся. Давайте так. Ну, мы всегда, наверное, и давно поддерживали заемщиков. В основном это были, конечно, целевые группы в виде молодых семей. И вы знаете, что в регионе активно работает программа жилье для молодой семьи. И там при поддержке ипотечной корпорации субсидируется и там первый взнос, и часть процентов и так далее. Поэтому региональные законы есть, они действуют. Возможно, что в связи с ограниченностью ресурсов их действия будет каким-то образом сужаться. Но, тем не менее, программы поддержки государственной на уровне области, они существуют уже там не пять и гораздо большее время. Что касается изменений на федеральном уровне. Помимо вот того, о чем сегодня много говорилось, сокращение, вернее прекращение федерального субсидирования ипотеки, у нас происходит еще и процесс переформатирования ипотечных продуктов АИЖК. Это тоже, все понимают, что это государственная корпорация, которая сейчас объединилась с фондом развития и содействия жилищному строительству. Поэтому в моем представлении сейчас, наверное, основной акцент, и это уже в городе Кирове происходит, застройщики сами делают совместно соглашение с крупными банками и субсидируют, по сути, часть процентной ставки. Вы это видите, что наши крупнейшие игроки, в том числе и Кировские ССК и другие, они уже, по сути, декларируют процентные ставки на уровне 8,5-9%. На самом деле заемщик получает стандартный ипотечный кредит и остальную долю субсидирует уже застройщик, чтобы стимулировать продажи своего жилья. Поэтому мне кажется, что вот сейчас, когда, во-первых, я думаю, что федерация, и, кстати, об этом достаточно четко сказал президент, если можно стенограммой его встречи посмотреть, да, с Никитой Тверчим-Белых, что государственные программы надо продумывать и дальше продолжать. Я думаю, что программа субсидирования будет продолжаться. Мы свои региональные программы уже, может быть, в адресном формате тоже будем продолжать. И надеемся, что у крупных застройщиков также хватит финансовых ресурсов, чтобы на уровне совместных соглашений с крупными банками также субсидировать часть процентной ставки. Вот интересную тему как раз затронули, что хватит у застройщиков жирка для того, чтобы предоставлять эти условия. И, насколько мы говорили до программы с Юлей, что вот как раз с банками-то, с банковскими кредитами у самих застройщиков возникают проблемы сейчас, у инвесторов, у девелоперов. Это действительно так? Да, это так. То есть, потребитель, конечный потребитель, да, он имеет доступ причем по льготной ставке, а у застройщика возможности кредитоваться под проекты. Я думаю, что не у всех. Это тоже частично и индивидуально. То есть, все зависит от объектов. Через две минуты заканчивается первый час. Во втором части у нас будет несколько другой ракурс. Тоже из тех вопросов, которые будут обсуждаться на дискуссионных площадках конференции. Юля, я очень попрошу вас еще раз обозначить время, где и когда происходит конференция. И, кстати говоря, я насколько понимаю, Алексей Борисович, вы тоже будете на этой конференции принимать участие? А какой круглый стол за вами? Вы знаете, мы обязательно будем участвовать и в открытии конференции, и вопросы, связанные с долевым строительством, с государственным регулированием, государственное регулирование жилищного строительства в текущих экономических условиях, и вопросы исполнения обязательств застройщиками. То есть это наша гарантия, вернее, наша забота обеспечения такой гарантии для населения. Пока таких рисков больших не видите? У нас количество потенциально проблемных объектов увеличивается. Я пока не буду эти цифры, так скажем, озвучивать. По большому количеству первая волна дольщиков прошла. Мы на сегодня почти 800 человек, так скажем, практически спасли от этой ситуации. У нас на контроле находятся серьезных, еще зависших ситуаций порядка 60, но потенциально еще 60 человек. Это не так много, но примерно еще полторы сотни у нас находятся на контроле. То есть я, поскольку возглавляю комиссию по работе с обманутыми дольщиками, мы раз в две недели разбираем каждую проблемную ситуацию, поэтому постараемся не допустить нового вала проблем. А в связи с чем количество потенциально опасных объектов увеличивается? А в связи с тем, что у слабых застройщиков не хватает финансовых ресурсов для окончания строительства. Это из-за экономической ситуации в стране? Да, да. И доступности кредитных ресурсов. И доступности кредитных ресурсов. Юля, в двух словах еще раз. 10-11 февраля в 10 утра в отеле Хилтон Гаден Киров. Ждем всех желающих. Да, и отсылаем на сайт fiopsy.ru, и там вы можете зарегистрироваться, посмотреть на все дискуссионные площадки. Напоминаю, что мы после 12-ти будем говорить об опыте реконструкции застройки исторического центра Кирова и перспективах в этом смысле. И, кстати, вот теперь уже можно раскрыть, кто к нам придет. Олег. К нам придет Александр Шклёда, архитектор, член Союза архитекторов России. И, кстати, человек, который препятствовал в своем время застройке многоэтажками центра города Кирова. Да, но тем не менее, велится автором проекта торгового центра Крым. И Аркадий Николаев, архитектор, дизайнер, член Союза архитекторов России также. Да, с нами остается Константин Сичихин. После 12-ти ждите нас снова. Продолжение следует...